Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Фресков, пропагандист еды и прочих радостей жизни. А прочие радости – это праздники. Многие из вас наверняка будут отмечать День Святого Валентина, и кулинарная пропаганда не может остаться в стороне. Логичным завершением романтического ужина будет романтический десерт. Он должен не помешать, а поспособствовать. Поэтому он будет легкий, как в приготовлении, так и в желудке, и пряный, чтобы извести, и разжечь, и заинтриговать, и очаровать. А значит, нет муке, жиру и яйцам, и да здравствуют фрукты, пряности и вино. Груша в вине – классический десерт, который отвечает всем этим требованиям. И еще его сложно испортить. Груши нужны твердые, чтобы в процессе варки они сохранили свою форму. Почищу их от кожицы, разрежу пополам и аккуратно вычищу сердцевинки, не трогая плодоножку. Положу в кастрюлю и залью красным сухим вином, чтобы груши были почти полностью покрыты. Добавлю немного сахара, цедру апельсина, корицу, гвоздику. Коробочки кардамона раздавлю и добавлю. Вот такой кусочек стручка ванили разрежу вдоль и извлеку ароматные семена. А теперь добавлю их в вино. Можно еще под кучей добавить, если хотите что-нибудь погорячее. Довожу до кипения и оставляю вариться под крышкой для мягкости на небольшом огне. Готовность проверяю деревянной палочкой. Она должна легко входить. Вот, входит. И теперь шумовкой осторожно отложу груши. А оставшееся вино оставлю на огне. Когда его объем уменьшится наполовину, достану пряности. Они уже сделали свое дело. Алкоголя в нем совсем не осталось. Остались только терпкие виноградные ароматы и запахи пряностей. Соус уже практически готов. Сейчас самое время его попробовать и выправить на вкус. Может быть понадобится добавить немного сахара. Его можно оставить безалкогольным, а можно, когда он остынет, добавить немного коньяка. Спирты, испаряясь, будут подхватывать ароматические молекулы. И запах будет просто фантастический. Груши и безалкогольный соус можно приготовить накануне и сохранять все в холодильнике. Нам это только на руку, потому что в день Святого Валентина останется только сервировать. Тем самым мы сбережем время и силы для прочих свершений. Только я бы достал груши заранее. Холодными они, на мой взгляд, не раскрывают всех своих секретов. Сироп тогда тоже надо будет согреть на небольшом огне. И только затем добавить коньяк. Полью сиропом. Благодаря роскошному винному цвету он уже прекрасен. Но всегда можно улучшить. Добавить листочек мяты, стружку цедры, звездочку бадьяна или трубочку корицы. Очень вкусно. Это не передать словами. Потрясающее сочетание ароматов. Пряности, вино, сахар, груша. Это надо попробовать. И очень важно, на мой взгляд, не переварить грушу. Мне нравится, когда она слегка-слегка хрумтит. И что особенно мне нравится в этом десерте, его простота. Посудите сами. Груша, вино, пряности, кастрюлька. Полчаса и у вас на столе десерт прямо-таки ресторанного уровня. Вот и все на сегодня. Дело за вами. Счастливо! Дело за вами. Субтитры создавал DimaTorzok